Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, всем привет! Мы сегодня в Поленово. Усадьба Поленово. Это усадьба художника Поленово, который построил ее. Влада меня давно сюда приглашал поехать. Вот мы сюда приехали. Здесь очень классный парк, такой сосновый. Много деревьев, свежий воздух. Помимо этого здесь еще сохранились все постройки вот этого художника Поленово. Между прочим, он их проектировал все сам. И сегодня мы купили билеты в три места. Это Большой дом, Аббатство и Адмиралтейство. Они все по времени. То есть по времени мы приходим и нам рассказывают экскурсию. Поэтому будет интересно. Поснимаем вам что-то. Здесь есть карта местности. Можно увидеть и посмотреть, куда идти. Как вы заходите. Слева будет парковка. Здесь касса. Это Большой дом. Главное завернуть вот в эти ворота. И дальше уже вот эта большая самая территория здесь гуляет. Да, вот здесь будет лес. Можно тут прогуляться. И в принципе здесь все написано на русском, на английском. Поэтому можете приходить сюда с вашими иностранными друзьями и ни о чем не волноваться. Также здесь проходят разные выставки. Друзья, вот это вот Большой дом. Архитектура просто прекраснейшая. Выглядит на самом деле, как будто я попала сейчас в какую-то Германию. Обалденно просто. Сразу бросается в глаза. Вот в этом доме большое количество окон, расположенных на всех стенах. Причем окна прямоугольные и довольно большого размера. Причем окон. Субтитры создавал DimaTorzok Вот лично я не знал, что здесь проводятся вообще экскурсии И классно, что мы так попали прям по времени Мы приехали в 13.05 сюда, и вот в 13.20 уже экскурсия То есть мы прям не потеряем ни минуты Это очень удачно Субтитры создавал DimaTorzok Я нашла куклу у тебя Скажи Ты же право похож Свежий воздух, наконец-то Ты не улетишь? Мне кажется, у меня скорее нос порвется Сейчас идем в Адмиралтейство Кто тебя пригласил? Знает, женщина говорит У вас на 3, я вас приглашу Как у Путина прям на паригаме Да Диорама, кто не знает, это прозрачная картина Кают от восторга и удивляются Но, оказывается, взрослые восхищаются Ну, короче, это не только для детей Но для тебя подойдет Ты как раз у нас переходный возраст Пойдем на Красную площадь Будем долго любоваться Остроконечными башнями Зубчатыми стенами Кремля Которые так красиво рисуются На золотом закатном небе А на следующий день Мы пойдем в самый большой музей Москвы В Третьяковску Гриев Сейчас мы в зале русского художника Александра Андреевича Иванова Здесь часто любил бывать Василий Дмитриевич Павел Но этот день станет прощанием с Москвой Прощанием с Россией Мы едем в Германию В маленький баварский городок Мы приезжаем поздно вечером Ночевать останавливаемся в гостинице А вот утром нас будет незнакомый звук Мы выглядим из окна и видим карет в день шанс А рядом кондуктор, который при помощи рожка Собирает всех путешественников На проведение железных дорог Путешествовать с нами приходилось в почтовых каретах Но такой способ передвижения Был доступен только зажиточным людям А люди небогатые, молодежь, студенты Предпочитали путешествовать пешком Как это делали два великих поэта Германии Гетте и Шиллер Будучи студентами, они переходили с города в город Путешествовали даже но Спустились на берег реки Ура! Здесь очень красиво Но сейчас пошел дождь и погода, конечно, заставляет задуматься Задуматься над бытием Тебе как диорама-то вообще? Понравилось? Я сидела, чисто как вот эти вот Шреки Тоже там была диорама Помните первую часть, когда они приехали в дворец лорда Фаркуарда И они открыли вот тоже типа монетку Ставили, типа приветствуют вас Типа лорд Фаркуард И там такая же диорама И там вот Шрек, мы как Шрек со слом сидели Такие, ну ладно Диорама вообще прикольная Вот и закончилась наша экскурсия По усадьбе Поленова Что хочу сказать Побольше было бы таких усадьб Потому что вот правда интересно И как все это сохранилось И увидеть вот эти подарки Реальные картины, настоящие произведения искусства Которые дарили друзья Василию Дмитриевичу Поленову Тот же Серов, Толстой как делал Кого-то эти вот Сполетики бумажные Ну то есть там очень много всего такого интересного Что-то в принципе не ожидаешь Самое крутое, что дом действительно сохранился И вообще все место сохранилось Просто в шикарном виде Просто потому что Да, кстати, на самом деле она чудом сохранилась Плюс во время Второй мировой войны Что дом Репина, усадьба Сгорела, была разрушена У Поленова попало только Два снаряда вот в этот дом И то они его практически Вообще никак не повредили И учитывая, что дом деревянный Он высоял Вот уже столько времени стоит И практически в идеальном состоянии Это просто чудеса какие-то Ну просто сейчас Как бы все находится в прекрасном состоянии Потому что у них еще родственники Правночка, директор этого всего пространства И понятное дело, что родственники Они лучше ухаживают Кстати, интересный такой факт, что Поленов Когда началась революция Чтобы там все не разграбили Начал сам водить по этой усадьбе экскурсии И сделал как раз экспозицию Из шести комнат И вот она до сих пор С какого года там С семнадцатого Ну в общем с революцией Она до сих пор Именно эта экспозиция И находится Вот в усадьбе На сегодня все Спасибо, что посмотрели этот выпуск Обязательно подписывайтесь Ставьте комментарии Лайки Рассказывайте о своих интересных местах В которых вы побывали Все, до встречи Пока Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова